Вытворшее объединение «Беларусь-нафта» плануя появились 6-летнюю сдобычу нафты до 1 миллиона 710 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн превышает летошний узровень. Нарушивание объемов стало максимальным, благодаря утомлению к укоронению новых технологий. Планами нафтовиков подчеркнулись наши корреспонденты. Эта стела установлена недалеко от речицы в память об сдобыче 100 миллионной тонны беларусской нафты. Сдоровался эта подея в 1998 году. А ровно празд два десятигодзе у вытворшим объединения «Беларусь-нафта» поведомили об сдобычу уже 135 миллионной тонны. Сегодня предприемство перепамповывает с району с 870 сведоровин, глубиняя яких у среднем складая около 4 километров. Самая глубокая – около 5,5 километров. Однако, незалежно от этого, параметры усеяны оснащены сучастными системами автоматизации и телемеханизации, что дозволяя зарабить процесс эксплуатации обсталевания больше эффективным. Размова и диабрализации проекта – лишь бывая родовища. На первом этапе, на текущий момент, организован центр интегрированных операций, куда стекает вся информация. Она в полном объеме анализируется, трансформируется, сокращаются простые скважины, сокращаются операционные затраты на добычу нефти. И на текущий момент реализуется аудит совместно с американской компанией Honeywell для дооснащения нашей системы новыми программными продуктами, а также оборудованием, которое поможет нам еще более детально видеть каждую скважину. Хоть полностью заменить человека пакуль не могут, но вот самая сучастная технология. Сергей Заболоцкий в свой час был профессийным спортсменом и выступал в высшей шелизе белорусского футбола. За разъем працуя оператором с добычей нафты и газа. Срод его обовязков контроль у зровня нафты у Свердровини и отбор проб для наступных лабораторных доследований у наявности воды у отриманной Свердровини. Каже, что праца ему подобается, хоть спочатку было вельменья просто. Когда я играл в футбол, только на картинках видел, как все это оборудование работает, и мне казалось, ну, про бурили, грубо говоря, дырку. Ну, и там качают. А когда уже пришел сюда, тут непосредственно каждая качалка, каждый насос качает по-своему, каждая скважина непосредственно индивидуальная, скажем так. После профессиональной карьеры футболиста тяжело было. Не скрою, тяжело было. Даже были мысли, как бы, может быть, и вернуться. Только куда вернуться, уже возраст идет вверх, а не вниз. Поэтому жизненная ситуация сложилась так. Ну, я не жалею о том, что пошел в Беларусьнефть и непосредственно, конечно, в НГДУ. Все невытворшее объединение «Беларусь-нафта» ведет распроцовку 62-х родовища, упрычим три родовища были открыты в этом году. С початку их назвали по географичным местам знаходжения, али потом дали имены вядомых беларуских геологов. Кузьминская, Бескопыльновская и Гарцевская. Ничего незвычайного в таком переименовании по великим рахунку нема. С добыча нафты – праца коллективная. Кончаткова выник залежить от зладженной работы у всех подразделений. А тому на предприемстве ценят уклад кожного человека. Это и геологи, и сейсморазведчики, и геофизики, и, скажем так, тампонажное управление, буровики, капитальный ремонт, нефтегазодобывающее управление, транспортное подразделение, многие другие, скажем, структуры, частицы нашего объединения «Беларусь-нефть». Ну и, конечно, научно-исследовательский институт «Беларусь-нефть». Олег Синтеров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио компания «Гомель».